Потому что наш мозг так устроен, что у нас очень развита левая полушага, которая никогда не позволит нам так легко и просто заглянуть в бессознательное. Вот тут-то эфирные масла нам не помогут. Итак, всё по порядку. Мы с вами прошли два занятия, и мы говорили на этих занятиях о том, как закладывается программа жизни человека. С момента зачатия мы дошли с вами до 2-3 лет. Вначале закладывается физический уровень сознания, когда ребёнок выбирает, как он будет жить, как ему выживать в этом мире. И где-то с 2-3 лет мы переходим на личностный уровень сознания. Личностный уровень сознания, когда ребёнок осознаёт себя как личность, когда он отделяется от матери, потому что где-то до 2-х лет приблизительно он считает себя с матерью единым организмом, единым целым. И дальше ребёнок растёт, развивается, и вдруг он узнаёт о том, что есть и другие люди, кроме родных и близких, бабушек, дедушек, братьев, сестёр, мама, папа. Это он уже осознаёт. И где-то к 4-м годам уже ребёнок начинает понимать, что есть другие люди, которым нужно как-то пристраиваться, и нужно уметь с ними контактировать. Это не мама и папа, которым можно топнуть ножкой, раскричаться, упасть на пол, что-то потребовать и добиться своего. А в этот момент времени закладывается очень важная программа. Программа, которая позволяет человеку сделать выбор. брать ему обязательства по жизни или не брать. И от того, кто окружает этого малыша в этот период времени, в каких обстоятельствах находится семья, какие события проживают люди, которые вокруг него, и как они на него влияют, от этого зависит выбор, обязаться или не обязаться. Ну, как это происходит в реалии, в реальной жизни? Вот познакомились парень с девушкой, встречаются, любят друг друга, и она забеременела. А он говорит, ну хорошо, а я тут при чём? Это твои проблемы. Он не может взять обязательства. И, скорее всего, не потому, что он плохой человек, а потому что у него не заложилась правильная модель сознания. Этому есть причина. Конечно, мы не будем его оправдывать, но этому есть причина. Если человек берёт на себя обязательства, он чувствует близость другим человеком, он понимает, что все люди одинаковые, все люди хотят одного и того же, хотят крышу ног головой, хотят надёжных партнёров, хотят есть, хотят семью, хотят достаток. Все люди этого хотят. И это элементарно. И от этого возникает близость. Человек понимает, что такое дружба. Он берёт обязательства на себя, и он дружит, он старается, когда он в состоянии сказать самому себе, мы в порядке. Если на личностном уровне ребёнок внутренне создаёт программу «Я в порядке», то уже на межличностном уровне его сознание расширяется. И он может сказать «Мы в порядке». Это и взаимоуважение, и взаимопонимание. И ему легко сближаться с людьми, ему легко дружить с людьми, ему легко находить общий язык с людьми. Потому что на этом уровне он прошёл правильную школу жизни. У меня, когда дети были маленькие и проходили вот этот этап, мы много разговаривали, конечно, с ним, как правильно себя вести. И мне сын старший говорит, почему, а почему, мама, нельзя девочек бить? А что, мальчикам можно бить? Почему все говорят, девочек бить нельзя? А мальчикам можно бить? А у младшего была такая ситуация, когда он ударил ребёнка. И я спрашиваю его, ты почему это сделал? Зачем ты сделал ему вольно? Он говорит, а он хотел меня ударить. А как ты понял, что он хотел? Я знал. Я так и не добилась, как он понял. Но немножко отмотав ситуацию в прошлое, я вспомнила, что он, этот ребёнок, которого он ударил, перед этим ударил старшего брата, моего старшего сына. И младший запомнил это, получил момент, когда незаметно можно было подкрасться, и ударил его. И дети это делают очень искренне. И они не видят в этом какого-то конфликта. И нужно, конечно же, говорить, нужно, конечно же, рассказывать, как они должны воспринимать этот мир. И иначе очень сложно будет им в этом мире построить отношения. Как с мужчиной и женщиной, так и в кругу друзей, так и в бизнесе. Ведь смотрите, мы же, где бы мы ни находились, мы же не на необитаемом острове живём, нам нужно общаться, нам нужно говорить, нам нужно находить компромиссы, нам нужно понимать друг друга. С чем я сталкиваюсь каждый раз? На межличностном уровне есть проблема. Практически 90% людей имеют проблему на этом уровне. Когда люди манипулируют друг другом, очень часто я вижу, как женщины манипулируют мужчинами при помощи детей. Не дам видеться с ребёнком, пока ты мне не дашь такого-то суммы. Или же будь таким, как я хочу. Вот мне так удобно, я хочу, чтобы ты был таким. Вот если таким не будешь, значит ничего не будет. Не способность принять другую личность другого человека и с уважением и взаимопониманием к нему относиться. Вот на этом уровне, на межличностном уровне формируется психология жертвы. Они не умеют быть открытыми. Они не умеют чувствовать близость друг с другом. И чаще всего жертва находит для себя палача. Если в подсознании есть программа жертвы, обязательно найдётся палач. У меня была одна очень хорошая знакомая, преподавательница, учительница. Умнейшая, умнейшая тёпка, умнейшая, начитая. Но когда она заходила в помещение, очень чувствовалась вот эта поза жертвы. Она как-то кланялась, прижимала плечики, головочку втягивала, так заискивающе улыбалась. И так хотелось ей вот всем угодить, всем понравиться. И я её пригласила к себе именно для того, чтобы помочь ей понять, в чём её проблема. Оказалось, что когда она была маленькой девочкой, они жили очень бедно. И она была всегда как-то очень бедной и неряшливо одета. Даже вот она показывала мне фотографии, на которых она выглядела ну как-то вот, очень неухожей. И дети не хотели с ней играть. Дети её обижали, дети её отталкивали. И у неё вместо близости, вместо желания дружить, у неё вот эта программа заискивания, угодничества и вот такой жертвенности сформировалась и во взрослой жизни. Она была учитель. Вот так влияет на нас окружение, которое вокруг нас в это всё время. 3-4 года, вспомните, 4, где-то до 5 лет, от 3 до 5 лет формируется этот межличностный уровень, когда дети начинают посещать детские сады, какие-то кружки. Появляется очень много других людей, которые мыслят по-другому, действуют по-другому, нежели в семье у ребёнка. И вот он должен в этом во всём разобраться, конечно же, если не заниматься. И не помогать ребёнку, то, естественно, он может сделать совершенно ложные выводы об этом мире и решить, что если папа бьёт маму, это нормально. Когда я работала в детском саду, у меня был мальчишка, который приходил и рассказывал, что его папа привязывает маму к батареи. И агрессия у этого ребёнка просто зашкаливала. Его нельзя было оторвать глаз, потому что ты только отвернёшься в сторону, он обязательно кого-то ударит, ущипнёт, обидит. Не потому, что он злой ребёнок, а потому, что он видит эту агрессию, и он воспринимает вот эти методы общения как норма. Он не понимает, почему это может быть плохо. Я вспоминаю своё детство. Со мной очень много разговаривал дедушка. Мне очень много мучил дедушка. Но маме с папой как-то было бы... Мне и многие другие родители тоже работали. И мы на улице были. Мы как-то друг друга воспитывали. Сейчас дети больше привязаны к интернету. Сейчас дети больше сидят изолировано. Мало общаются во дворе. И нужно помогать. Собирать у себя друзей. Приглашать других. Учить, учить дружить. Мне очень нравится, когда мой младший внук, я не успела переступить порог, он говорит, а ты знаешь, что у меня есть мой любимый брат. Это его старший брат, мой старший внук. А Марк мой любимый брат. Мне это очень приятно. Я своих детей тоже так учила, что вы братья, вы самые родные, вы самые близкие, вы должны любить, поддерживать, помогать. И я вижу результат. Дети не дерутся между собой. Дети не выясняют отношения агрессивно. Дети не пытаются кулаками отвоевать место под солнцем. Я вот наблюдаю за историей артиста, российского артиста Марата Башарова. Сейчас в последнее время очень много о нем передач. Если вы заметили, он там откровенно рассказывает о своей жизни, откровенно рассказывает о своей маме, которая была очень строгая и требовательная. Он и боялся ее, и в то же время он уважал ее. Но свою личную жизнь он построить не может. Он просто колочит своих жен. Он просто дубасит своих жен. Причем очень сильно он ломает им носы, он выбивает там челюсти, он очень серьезные травмы наносит. И мне очень бросилось в глаза вот эти истории. Ну ладно, там случайно где-то когда-то, хотя не бывает случайностей. Когда я видела, что он и с одной женой так поступил, и с другой женой так поступил, там эксперты сидят в зале. Никто не обратил внимания, почему же так происходит. А ведь парень симпатичный, парень очень талантливый, как друг прекрасный. Но, когда он выпивает, у него растормаживается подкорка, и вся агрессия, которая внутри его бессознательного, а это 95% всей психической энергии, выливается в агрессию на женщину. Откуда могла появиться агрессия? Я внимательно слушала его историю жизни. А ведь оказывается, мама его родила поздно, и он мусульманин. И он вырос в традициях мусульманских, где очень строгие требования к женщине. И вдруг всплывает история, что его мама, она родила его вне брака, не замужем, она переспала с мужем своей знакомой и своей подруги. И от него она родила Марат. И понимаете, что в голове у ребенка, он же растет, взрослеет. С одной стороны, строгая мама, требовательная, которую он постоянно получал, а с другой стороны, он узнал, он же где-то в 9-10 лет, он уже знал, что мужчина, который его воспитывает, это не его отец. И понимаете, что в голове у него отношение к женщине, которая нагуляла ребенка, это агрессия по отношению к самому себе, потому что он постоянно напивается, у него нет меры. Это аутоагрессивное поведение по отношению к себе, раз. Агрессия по отношению к женщине, которая позволила себе переспать с мужчиной вне брака, это два. И когда он пытается искренне, пытается любить, завести отношения, создать крепкую семью, выпивая, у него всплывают эти программы, и он убьет нещадно этих жоп. Конечно же, ему нужна помощь психолога, конечно же, ему нужно с этим разобраться. Ну, всех интересует исключительно вот эта вот поверхностная история, когда вот он убьет, ай-яй-яй, какой он плохой. Мне очень низко не жили этого человека, потому что от него отвернулись все друзья, и у него хотят лишить звание народного, или там какой-то заслуженного артиста. Он очень многое теряет в этой жизни, только потому, что на межличностном уровне, когда закладывается отношение между людьми, а первая женщина в жизни мужчины это мама, и первый мужчина в жизни девочки это папа, вот здесь закладывается программа, насколько мы можем сосуществовать вместе, насколько у нас развито это взаимопонимание и взаимоуважение. Очень часто вот общаясь с дистрибьюторами различных компаний, в том числе и в Дотере, я вижу, как люди вроде бы хотят делать добро, вроде бы хотят поделиться искренне, вроде бы искренне поделиться информацией. Но почему-то вот у них не получается. Я наблюдала за этой динамикой, что за этим стоит, почему. А оказывается, что мы не умеем, мы не умеем общаться от сердца. И у нас тут же страх, мы тут же боимся, а вдруг подумают, что я, не дай Бог, что-то заработаю. Вот я сейчас его приглашу, и он подумает, что я хочу на нем заработать, так я лучше я не заработаю, ему ничего не скажу, я вот так вот гордо и все уйду в сторону. Либо же наоборот, начинают так угодничать, начинают звонить по 20 раз в день. Стараться так помочь, так угодить, значит, не спрашивай. Вот нет вот этого чувства, чувства меры, чувства уважения и взаимопонимания. Нет. Вот говорят, что нужно делать вот так. И я беру это делаю и одеваю этот казан всем на голову. Всем одинаково. Я не чувствую, потому что у меня нет чувства близости, я не знаю, что это такое. Я изолирован, я это что-то одно, а люди это что-то другое, и я не могу к ним каким-то шаблоном, используя какие-то шаблоны, к ним подходить. Если же мое сердце открыто, если я истинно в своем желании, заработаю я, не заработаю, это не важно уже, я делюсь тем, чем я наполню. И тогда появляется близость, и тогда появляется дружба, и тогда ты понимаешь, что либо человек может сейчас сделать какие-то шаги, усилия, либо он сейчас не готов делать, тогда не надо его торбить, не нужно его трясти как грушу, ты должен, ты обязан, бери обязательства. Очень трудно взять обязательства. Человеку подписал, нужно взять обязательства, нужно дать ему информацию, показать ему, научить, дать ему выбор. Человек всегда должен быть перед свободным выбором. Мне очень нравится притча, когда один монах, заходя в один из городов древних, его встретил воин, перекрыл ему дорогу, и говорит, стой, ты кто? Куда идешь? Зачем идешь? Кто ты? Монах стоял, подумал минуту, говорит, послушай, а сколько тебе платят хозяин города за то, что вот ты тут стоишь и спрашиваешь? Два мешка риса. Говорит, я тебе буду давать четыре мешка риса. Ты только каждый день спрашивай меня, кто я, куда я иду, зачем я иду. Это те основные вопросы, на которые должен ответить себе каждый человек. Но для этого он должен взять обязательство за свою жизнь и прожить ее полноценно, а не как белка в колесе. Бегу, 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 ничего не понимаю, зачем бегу, куда бегу, куда прибегу. Мы сегодня с вами не будем проводить медитации, но я вам расскажу метод, полудинамический метод, как можно, используя образы, свой день планировать, не просто планировать, постепенно, гармонизируя себя со вселенной, получая то, что вы хотите. Мы с вами проходили, создавали место покоя, место, место, где мы могли расслабиться, место, где мы могли дать телу возможность отдохнуть, расслабить мышцы, остановить ход мысли, ментально остановить ход мысли. И вот в этом состоянии, место покоя, мы создавали поле людей. Кто не был на прошлых занятиях, посмотрите на ютубе, у меня все эти записи стоят, вы сможете еще раз пересмотреть. И вот войдя в это состояние, тренируя это состояние, поле любви, место покоя, вот с этого момента начинается серьезнейшая работа с нашими бессознательными областями. Посмотреть на него, полюбоваться им, и потом медленно приблизиться к нему маленькими, не спеша, небольшими шажками, и приближаясь к своему высшему потенциалу, почувствуйте, как вы входите в него. Теперь вы и он, это единое целое. И вот зафиксируйте себя на вот этих ощущениях, на чувствах соединения со своим высшим потенциалом. Прочувствуйте каждой своей клеточкой, насколько ваш потенциал внутри вас находится, и как он внутри вас раскрывает вас. И вот теперь, когда вы соединились со своим потенциалом, я предлагаю эту процедуру делать утром. Утром, когда вы еще совсем тепленькие, когда вы еще не проснулись, когда вы еще уже якобы проснулись, но еще не бодрствуете. Такое, знаете, пробуждение, как бы сон наяву. И вот вы погружаетесь в место покоя, создаете поле любви, образ за образом, вам легко это делать, потому что левое полушарие еще полуспит, оно еще не активно, оно еще не включилось в работу. Вы соединились с высшим потенциалом, и теперь, внимание, вы планируете свой день. все, что вы задумали, все встречи, работу, покупки, все, что вы хотите, чтобы в этот день случилось, вы как будто бы на внутреннем экране, как будто бы это проживаете. Представьте себе, вообразите, помечтайте. Вот этот день, как будто бы он уже прожит, и вы как кино смотрите. Кто-то со мной одновременно разговаривает, девочки, вы как-то проследите за своими микрофонами, и вот когда вы вот эту программу себе составите, все, можете спокойно просыпаться, можете идти в мир и делать все, что вы задумали, все, что вы запланировали. Будет ли это всегда один к одному? Нет, не будет. Но, придя вечером, перед сном, вы проделываете ту же процедуру, вы создаете место покоя, поле любви, соединяетесь со своим высшим потенциалом и просматриваете, как же этот день на самом деле прошел. И вдруг вы понимаете, что в какой-то момент вы назначили, например, встречу, встреча перенеслась, встреча не состоялась, обидно, печально. Именно вот этот фрагмент, который не состоялся. Проживаете так, как вы бы хотели. То есть вы своему мозгу постоянно даете программу, и он начинает вытеснять образы старые и наполняться образами новыми, где все, что вы ему показываете, где все, что вы ему предлагаете, он ищет возможность из пространства к вам привлечь. По закону физики резонансных полей. Так это происходит. Когда солдаты идут по мосту, им всегда говорят, чтобы они не шли в ногу. Если они будут идти в ногу, мост может рухнуть, происходит резонанс. Вот по физике резонансных полей мы притягиваем то, что внутри нас. И если внутри нас мы фокусируем, фокус внимания конкретно держим на образе высшего потенциала своего, а не на травмах на личностном уровне. Я не умеха, я не уверена, я боюсь. У меня недавно была девочка буквально на днях, которая пришла, говорит, я не знаю, ну, я очень боюсь, там какие-то экзамены ей предстоят, и я вообще боюсь, и боюсь, и боюсь, и шаг сделать боюсь. Почему боюсь? Мы начали с ней отслеживание специального процесса в холодной динамике, когда есть ведущий, так проще. Когда я говорю, а вы просто представляете, так проще. Начали работать с ее страхом. Как это происходит? Я ее спрашиваю. Где ты чувствуешь в своем теле, ну, мы пришли в место покоя, создали поле любви, зашли в ее, соединились с высшим потенциалом. Где ты чувствуешь в своем теле, где ты ощущаешь этот страх? Она, говорит, в голове. Следующий вопрос. А если бы этот страх, который живет в голове, был живым, живым существом или каким-то предметом неживым, вот на что или на кого это могло бы быть похоже? Первое, что приходит в голову, она говорит, змея. Змея. И когда мы вытащили эту змею, положили ее на ручки, создали вокруг этой змеи поле любви, мы стали спрашивать у этой змеи, что хорошего она приносит в жизнь этой девочки, каково ее положительное намерение, потому что у любого плохого, плохой эмоции, плохого чувства, плохой какой-то фиксации есть и обратная сторона медали. И оказалось, что этому страху, который постоянно у нее, как только какое-то напряжение в жизни, она испытывает подобное чувство. А оказалось, что этому страху очень много-много лет. И впервые она его почувствовала, когда ей было лет 10. А что происходило с тобой в это время? Он говорит, я боялась, что мама с папой, когда ссорятся, ругаются, что они разойдутся. И я очень боялась. И вот у нее, она пытаясь, как ребенок, пытаясь встать между ними, брать на себя ненужные обязательства, она себя немножко перегрузила. И она рано перепугалась этой жизни. Ей стало страшно вообще делать шаги по жизни. Вот постепенно мы это отследили, и этот образ у нее растворился, ушел. Так вот, когда мы находимся в месте своего покоя, в поле любви, мы создаем определенную вибрацию. Когда мы соединяемся с высшим потенциалом своим, мы создаем еще более высокую вибрацию. И вот при этой высокой вибрации внутренней, внутренней программы на позитив, внутреннего, вот этого обязательно, что еще очень важно, не просто увидеть картинку, а ее надо обязательно соединить со своими ощущениями и со своими чувствами. Если вы не чувствуете, а представили картинку, это мертвая картинка, ничего не получится. Вы должны почувствовать это в теле, это может быть какое-то тепло, покалывание, пощипывание, там бросает в жар, или наоборот дуновение ветра. То есть вы физически должны почувствовать вот это поле любви, этот высший потенциал. И когда вы проживаете день, знаете, что я представляю, когда я планирую свой день, мне очень важно, чтобы он так прошел, я себе, знаете, как вызываю это чувство, вот представьте себе, что к вам стучится в дверь человек, вы открываете, незнакомый человек дает вам пакет с деньгами, там 10, 15, 20 тысяч долларов, говорит, это вам, это просто вам подарок. И вы берете эти деньги и думаете, ух, ничего себе, вот это подарок, неожиданно приятный, и это такой взрыв такой внутри, знаете, эмоциональный. И вот на этом взрыве я этот день рисую. Я рисую очень успешно и все, что я запланировала, вплоть до того, что я хочу приготовить, вплоть до того, какими делами я займусь, с кем переговорю, кому позвоню, кто придет ко мне. Я все это прожила и утром просмотрела его, да, как бы направила утром взгляд, сфокусировала мозг на этом. А вечером, когда пришла перед сном, я просмотрела этот день и исправила те моменты не весь день. Если что получилось, хорошо, но что не получилось, я возвращаюсь к этому фрагменту и проживаю его заново. Так вот здесь, друзья мои, очень вам помогут эфирные масла. Причем настолько незаметно, когда рядом с вами сидит психолог и может контролировать, и может видеть, насколько глубоко вы проживаете, какие вопросы вам задать, куда вас повести или вывести, как трансформировать, как вырастить внутреннего ребенка, который сопротивляется, как убрать это сопротивление. Это одно. Но когда вы сами с собой работаете, очень сложно переключиться, быть осознанным и одновременно переключиться на бессознательные образы и чтобы они были зафиксированы, и чтобы они потом на вас сработали. Вот тут, конечно же, нам на помощь приходят эфирные масла. Это прямая связь к нашим бессознательным чувствам. Прямая связь. И чтобы помочь вот эту чувственность, вот эту чувствительность повысить, я очень люблю делать смеси. Я постоянно с ними играю, я постоянно пробую какие-то новые смеси. У меня есть любимые, любимчики, так называемые. Я знаю, что у нас есть в компании йоговский набор, но я пока все не посмешиваю сама, я, наверное, до них не дойду. Мне каждый раз очень хочется какие-то вот нотки почувствовать, более тонкие нотки, самой создать. Так вот, две смеси, три смеси, которые мне очень нравятся, вот в последнее время я пользуюсь именно этими смесями. Это сандал. Мы говорили на прошлых занятиях об этих маслах, поэтому я не буду сейчас о них рассказывать, но вы сможете вот такую смесь сделать себе в диффузор. Вы сможете смешать эти масла и нанести на тело, нанести на виски, на пульсовые точки. Сандал, иланг-киланг, апельсин и кедр. Очень чувственный запах, очень чувственный аромат. Можно с сандалом тоже поэкспериментировать и добавить немножко больше сандала. Я попробовала смесь иланг-киланг, три капли, три капли почули и три капли бергамота. Безумно приятная смесь. Вот это цитрусовая какая-то бергамотовская нотка. Иланг-киланг, вы знаете, что это масло афродизиак. И почули, которые одновременно, у нас получается, эта смесь не уводит куда-то, знаете, выше сферы, а немножечко удерживает за счет почули, немножко заземляет. Очень приятные смеси. Следующая смесь, она не простая смесь. Здесь задействованы масла, напрямую работающие с нашими эмоциями. Вы видите на слайде, это апельсин, это почули, шалфей мускатный, иланг-киланг, тимьян и ладан. Для начала попробуйте вот в равных количествах смешать. Хотите по одной капле, хотите по две капли, хотите по пять капель, сразу смешайте, пусть эта смесь у вас будет отдельно в бутылочке, и вы потом капаете в диффузор и наносите на себя. Вот эта смесь, это натуральный антидепрессант. Почему я акцентирую внимание на антидепрессантах? Потому что сегодня у многих скрытая депрессия. И она по-разному выражается. Человеку даже, он даже не замечает. Но вот нежелание вставать с постели, он может целый день пролежать и при этом не отдохнуть. Или там нежелание за собой ухаживать. Вообще нежелание чего-либо. Что-то хочу, но не знаю чего. И вот томлюсь, и маюсь, и какое-то сниженное настроение. Вот эта смесь, его можно использовать не только в медитации, не только для работы над собой, но и как антидепрессант. Вот эти три верхних масла, это шалфей, ладан и тимьян, они напрямую работают с нашими эмоциями. И айламки, ламки, пачули, они как бы смягчают остроту ситуации, какие-то острые углы в жизни. Ну, апельсин, вы знаете, да, это против печали, тоже такой очень вызывает много положительных эмоций. Если разобрать эту смесь более подробно, то вы поймете, почему каждое масло, почему оно здесь находится. Апельсин, он тоже антистрессовый, он тоже поднимает настроение. А нам нужно переключиться, да, нам нужно вот этими образами, которые мы создаем, нам нужно переключить настроение. Мы же не знаем, вот как прошел день. Может, там начальник накричал, может быть, потеряла кошелек, там, я не знаю, кто-то наступил на ногу, как что-то случилось. Мы находимся в разных эмоциональных состояниях. И как в таком состоянии нам переключиться? Масла, масла, еще раз масла. Вы даже не заметите, как легко, по щелчку, как будто бы само собой все происходит. Вам не нужно об этом думать. Вам нужно просто нанести масло. Почули, вот мы говорим, это масло для денег, там денежный аромат. Поверьте мне, почули, он избавляет от тревожности. Я его в смесях использую даже при панических атаках. Просто снимает тревожность. Мускатный шелфи также уравновешивает эмоции, также избавляет от депрессии. Ну, о ладане мы на прошлом занятии говорили, что он и стресс снимает, и депрессию. Такая умиротворенность на душе. Он гармонизирует нас. Недаром же вот во время сессий массажных, независимо от того, какой протокол наносится, при каких состояниях и заболеваниях, мы наносим ладан на уровень плеч. В первую очередь мы наносим ладан для того, чтобы сгармонизировать, успокоить, снять стресс, снять депрессию. Такое вызвать у человека умиротворение. И только потом мы начинаем какие-то там влиять на физическое тело, на какие-то заболевания. Тимьян – это масло, которое очень хорошо влияет на нервную систему. И ланг-ки-ланг. Также снимает напряжение, повышает чувственность, поднимает настроение. И вы увидите, что когда вы смешаете эту смесь, у нее, конечно, такой аромат, даже я не знаю, как вам сказать, на что похожий. Да ни на что не похожий. Вот ни на что не похожий. Я первое время немножко больше апельсина добавляла. Так мне хотелось. Видимо, радости не хватало. Но вы сами почувствуете. Тот аромат, который вот из этой списка, который вам больше всего импонирует, вы его можете больше добавить в эту смесь. И тогда все остальные масла войдут. Даже если они вам где-то как-то не очень. Я помню, когда я первый раз ладан вдохнула, мне казалось, что я в склепе. Я лежу, меня замуровали заживо. И такой какой-то тяжелый камень положили на грудь. Вот такое было ощущение от ладана. Сейчас же я его вдыхаю, под язык наношу с таким огромным удовольствием. Я не знаю, такой легкий, такой воздушный запах. Почему он мне таким сложным казался, тяжелым? Причем это не только у меня. И так вы делаете такие смеси для того, чтобы помочь себе создавать нужные образы, создавать нужную динамику, для того, чтобы перепрограммировать, перепрошить программы, которые у вас может быть есть, может быть нет, я не знаю. На межличностном уровне я очень хорошо помню, когда я была совсем ребенком и играла во дворе. Я была самая маленькая во дворе. Все дети были старше меня на 2, на 4, на 6 лет. Мне так хотелось с ними играть. Я за ними бегала просто как лисичка, как хвостик. А перед этим, ну опять же та же история, все дети во дворе, я опять же к ним. И кто-то меня обидел. Я не помню, что сделал. Ударил, оттолкнул, прогнал. Я прибежала, как раз папа был дома. Я прибежала домой, говорю, меня там Марина обидела, меня там она ударила. Он мне говорит, не умеешь играть с детьми? Не находишь общего языка? Будешь сидеть дома, играть не будешь. Я поняла, что надо как-то что-то... Он мне не объяснил, как находить общий язык. Но я поняла, что жаловаться бесполезно и не очень хорошо. И вот в какой-то момент я опять же играю во дворе с этими же детьми. И та же Марина, значит, щелкает, меня просто вот так щелчки и полгу дает. Это увидела соседка, прибежала к моей маме и говорит, посмотри, посмотри в окно, посмотри, что это Маринка, смотри, что она делает твоей Ленке, посмотри. Тут выбегает моя мама разъяренная. Ну как же, дича обидели. Папы дома не было, папа бы не дал этому. Выбегает моя мама и говорит, ты зачем ее обижаешь? Она говорит, я ее не трогала. Лена, она тебя била? Я говорю, нет. Я же-то помню, что меня сейчас, если я пожалуюсь, меня сейчас накажут. Я сейчас... Я хочу играть с детьми, я не хочу эти разборки. Я говорю, нет. Как же, говорит, нет, я же видела, она же тебя обижала. Я говорю, нет, меня никто не обижал, я продолжаю играть с детьми. И вот так я училась. Училась понимать, как, как, как играть, как так, чтобы тебя не обижали, чтобы ты не была жертвой, и чтобы с тобой захотели играть. И тогда я им продемонстрировала, как я дольше всех кручу обруч. И я выигрывала во всех соревнованиях, хотя была самая маленькая. И они меня приняли. То есть я показала свои достижения, что я что-то могу. Я лучше всех играла в бадминтон, лучше всех мы там в ковача играли. То есть я старалась вот такими вот вещами догнать, догнать и перегнать. Вот. Тогда у меня не было под рукой масла ветивера, чтобы успокоиться, не было под рукой масла, которое соединяет человека с землей. Кстати, когда мы используем в смесях цветочные масла, вообще цветы считается, что это дар земли и неба. Когда земля и небо соединяются, произрастают цветы. Вот такая красивая метафора. Так вот, обратите внимание еще на масло ветивер. Его можно использовать самостоятельно. Оно очень хорошо заземляет, оно очень хорошо успокаивает. Вообще это масло для всех людей, у кого есть проблемы с нервной системой. Даже если вы не знаете, что у вас такая проблема есть, поверьте, она у вас есть. Мы все невротики. Мы все живем в таком напряженном мире и в очень ускоренном темпе. На нас валится в единицу времени такое количество информации. Я предложила свой семинар послушать знакомой одну. Я говорю, послушай, там ты как раз для себя найдешь очень полезную информацию. Она говорит, ого, целый час, не, я такое не могу. Я такое слушаю целый час, я не могу. Люди не могут остановиться и послушать. Что произошло? В единицу времени очень много информации. Гиперстимуляция мозга. Разве раньше ставили такой диагноз гиперактивность у детей? А сейчас каждый третий, каждый второй ребенок с гиперактивностью, с рассеянным вниманием. Он не может сконцентрироваться, не может сосредоточиться, он не может обучаться. Вот ветивир очень в этом помогает. Духовное спокойствие, мудрость, позитивная самооценка. Это очень мощный аромат, очень мощный. Он настолько приятный, вы влюбитесь, вы просто в него влюбитесь. Особенно, когда будете использовать его для медитации. Как бы жизнь наша, она стремительная, и она нашу энергию очень часто распыляет на совершенно ненужные вещи. Вот поэтому мы должны задавать себе вопрос, кто я, куда я, зачем я, кому это нужно, что я делаю. И мы как-то иногда мечемся, и мы не знаем, что лучше, что в приоритете, с чего начать. Так вот, ветивир, он помогает в физическом мире закрепиться, а также он помогает, помогает почувствовать людям, что они думают, что они чувствуют, соединятся, мысли и чувства соединяются. Очень приятный аромат. И я использовала его тоже в нескольких смесях. Я брала три капли бергамота, три капли лаванды и одну-две капли ветивира. Можно больше ветивира, если он вам нравится. Если вы к нему не привыкли еще, ну, мне он понравился с первого, с первого вдоха. Если не привыкли, начинайте с одной капельки. Лаванда, бергамот сделают свое дело, расслабят антидепрессанты, снимут напряжение. И ветивир, он, он как и почули, он немножко вас, так знаете, заземлит, успокоит и соединит вас с вашими чувствами. А это для нас важно, чтобы мы могли вызывать эти чувственные образы. И еще одна моя любимая смесь, я всегда ее всем рекомендую, это ладан, лаванда и ветивир. Это хорошо и для сна, это хорошо и для медитации, это хорошо просто вечером после тяжелого дня. Это замечательная смесь, которая поможет вам одухотвориться, умиротвориться, успокоить всех членов семьи. Вот используйте диффузор, чтобы не только вы гармонизировались и своей гармонии влияли, но и все вокруг тоже приходили в чувства. Смесь апельсин, почули, тут мне задают вопрос, апельсин, это вилд оранж, да, это оранж. Смесь апельсин, почули, мускатный шалфей, ладан, можно принимать вовнутрь? Можно принимать вовнутрь. Да, эти масла можно принимать вовнутрь. Как антидепрессант лучше вдыхать масла, они быстрее будут работать, потому что через буквально несколько секунд беспрепятственно сразу же в лимбическую часть мозга. Здесь не нужно ждать долгого времени, пока усвоится. Лучше вдыхайте. Почему-то нам кажется, что вот вовнутрь это вот самое то. А если мы вдыхаем, вроде ничего и не происходит. Как раз наоборот. Когда мы вдыхаем, происходит то, что должно произойти, причем очень быстро гармонизируется. Вот представьте себе, вам дарят букет роз. Вы вдыхаете, что с вами происходит в эту же секунду? У вас появляется улыбка, что-то внутри расцветает, у вас такая доброжелательность в душе, такая благодарность, вы наблюдаете за этой красотой, вы любуетесь, вы сама становитесь, сама нежность. Вот то же самое с маслами. Вы вдыхаете эти ароматы, и все происходит само собой. И не нужно глотать этого внутрь. Достаточно того, что вы там, например, апельсин принимаете с водичкой утром, просто как очищение, как настрой на день. Этого достаточно. А вот такие сложные смеси, ну не знаю, я настроена на то, чтобы больше вдыхать. Причем вдыхать вы можете каждые два часа. Каждый час. Вдохнули, три, четыре, пять глубоких вдохов сделали, насладились. А вот пить столько масел, я бы вам не рекомендовала. Поэтому самый удобный способ, это через обонятельный мер. Вот такие у меня к вам, значит, пожелания и рекомендации на межличностном уровне. Что еще могу сказать по поводу межличностного уровня? Что я, что я облюдаю и по жизни, и со своей практики? Вот я консультирую мужчин и женщин, мужей и жен. Два абсолютно разных мира. Абсолютно по-разному мыслят, думают, чувствуют. Совершенно не, не знают, как устроен мужской мозг, как устроен женский мозг. Приходится каждый раз, значит, проводить такой ликбез. И вот вчера буквально я попросила мужа сделать мне массаж по протоколу противовоспалительному. И там, когда наносится масса, там 10 масел наносится, сначала вдоль позвоночника наносится масло, а потом на стопах. И я как-то, я не знаю, но чисто по-женски, знаете, тут отключилась, видимо, и я ему говорю, ты сейчас наносишь мне на спину, хотя до этого я ему делала тысячу раз. Он мне делал тысячу раз. Но я ему в этот раз сказала, наносишь на позвоночник, а потом на пятки. И он берет масло, наносит мне на пятки и трет исключительно пятку. Я жду, когда же он всю стопу начнет массировать. А он мне исключительно по пятке. И тут я так рассмеялась, я ведь знаю о том, что женщины, они говорят намеками, догадками, образами. Но я же не имела в виду пятку, чтобы он мне именно в пятку втирал, там, где грубая кожа, где хуже всего втирается. Я же имела в виду стопу, а мужчины слышат буквально каждое слово. Сказала в пятку, значит, он втирает в пятку. Хотя он тысячу раз знает, как устроена женщина, как она говорит, как она мыслит. Говорю, лежим, отдыхаем, и я говорю такую фразу. Очень, ты знаешь, мне очень понравилось пить растворимый кофе и немножечко туда добавить сгущенного молока. Очень вкусно получается. Через полчаса он поворачивается и говорит мне, а я вот не понял, ты про кофе говорила, ты хотела, чтобы я тебе его принес, или ты просто так говорила? Ну, ты бы еще через час спросил меня, я бы тебе ответила. Так вот, когда мы общаемся на межличностном уровне, нужно учитывать еще вот эту нашу разность восприятия. И близость женщины и мужчины тоже воспринимают по-разному. И дружбу они тоже с трудом воспринимают. Что значит с женщиной дружить? Женщину нужно любить. Дружить можно с мужиками. Поэтому, когда вы видите, что человек изолирован, вот у меня часто люди спрашивают, место вашего покоя в моей комнате или там, значит, в ванной, закрытая дверь, я вот это изолированность. Я уже понимаю, что у человека место покоя, он пытается оградить себя от людей, от всех. То есть это его внутреннее состояние. Конечно, с таким состоянием он идет в мир и в миру получает щелчки по носу. И, конечно же, в таком состоянии, когда он не может раскрыться и чувствовать близость, у него ничего не получается. Его либо не замечают, либо не серьезно к нему относятся. он начинает искать способы, как бы угодить. А что еще я часто слышу, такую фразу люди говорят, ой, нам надо с ним, вот надо с ней дружить, нам выгодно, нам очень выгодно с ней дружить, потому что мы получаем какую-то выгоду. А если бы не было выгоды, не нужно тогда дружить? Это говорит о том, если мы не можем, не контролируем эти вещи, не осознаем эти вещи, это говорит о том, что на межличностном уровне мы не получили нужных, правильных уроков, как общаться с другими людьми, когда мы можем сказать, что мы в порядке, мы в порядке, у нас все хорошо, мы понимаем, мы уважаем. очень часто люди, я бы так сказала, ну, как будто бы, как будто бы, да, я говорю, как будто бы, потому что на самом деле мы все совершенные, мы родились ангелами, мы родились гениями, и только вот эти вот искажения, которые были вот в раннем детстве, вот они нас немножечко, как бы, подпортили нам репутацию. Так вот, когда люди говорят, стань таким, как я хочу, ты должна быть такая, ты должна уважать там старших, ты должна, 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 этому всегда идет сопротивление, протест и агрессивное поведение. И мне приводят, иногда приводят детей, маленьких детей, говорят, вот он защитный слушится, вот он заболел, вот он еще там что-то. Не надо трогать детей, дети отражают реальность взрослых. Нужно говорить со взрослыми и помочь им увидеть эти программы, которые не дают им общаться. Если же вы поработаете с собой и уберете вот эти программы на межличностном уровне, вам будет очень легко строить свой бизнес. вам будет очень легко находить общий язык с людьми, которые инакомыслящие, у которых другие точки зрения, вы будете их уважать. Мы не будем говорить, Боже, какой вы бестактный человек, Боже, что же он лезет сапогами мне прямо в душу, Боже мой, да как он так может, да что же это такое, да что же он такой назойливый и навязчивый. Вот этого с вами происходить не будет. Вы будете чувствовать. Вы будете чувствовать каждого человека и понимать, осознавать, ощущать, а чего он на самом деле хочет. Если у вас произошел какой-то конфликт или даже не конфликт, какое-то недопонимание, и вы почувствовали, что как-то человек вас неправильно воспринял, неправильно понял, возможно, что у него есть вот этот комплекс, возможно, что он, ну не может, он все время боится, он боится, что его обманут, что у него там, сейчас ему что-то будут продавать, у него вытащат деньги, везде обман, всюду враги. Вот у него есть такая программа. Вы увидели это. Не спешите ему что-либо предлагать и куда-то его везти, и что-то ему там назначать. Вы просто дома. Войдите в состояние покоя, место покоя, создайте поле любви, зайдите в свой, соединитесь со своим высшим потенциалом и пригласите в это поле любви этого человека. Открывая свое сердечко, вот этот лучик жемчужинки своей, направьте прямо в сердечко этого человека и посмотрите, а какое у него цвета сердечка, а потом спросите у него, а чего тебе хочется, а есть ли у тебя мечта, а есть ли у тебя какое-то желание. Исполните его. Вашему мозгу абсолютно все равно, вы это придумываете, вы это фантазируете, или это происходит на самом деле. Но через какое-то время вы почувствуете, что ваши отношения стали выравниваться, потому что вы поднялись на уровень любви, а если вы еще нанесли какую-то смесь, повышающую чувственность, то вы глубже войдете. Если вы используете масло розы с жасмином, вы еще глубже погрузитесь в вот это состояние принятия и любви. И вы увидите, что вдруг этот человек сам вам позвонил, или вы ему позвонили, он радостно, говорит, ой, что ж ты так долго мне не звонил, и что ж ты так долго... Бывает вот еще, что может быть, что может быть, если вы самостоятельно работаете. Ну, насолил вам, например, человек, нагрубил, нахамил. Ой, я, кажется, вышла, вышла из чата, не могу понять. Лена, все нормально. Все нормально, да? Да, все отлично. Если вдруг вам человек нахамил, нагрубил, и вы прям злите-злитесь, да, вот он прям раздражает-раздражает вас, поймите, что это не с человеком что-то не так. Это с вами что-то не так. Тогда ход наших действий тот же самый. Мы представляем место покоя, поле любви, соединились с потенциалом, пригласили этого человека, и нам бы к нему бы подойти, и нам бы его бы приобнять, и нам бы ему показать всю вот широту и доброту своего сердца. А дудки, а не могу, а что-то держит, а что-то вот эта злость она не дает мне. Тогда представьте себе этого человека маленьким ребенком, как будто бы ему годик, два, три, я не знаю, вот какой образ у вас пойдет. Вот маленького можно всегда принять. Ребенок он всегда вот, ну, мы любого ребенка принимаем. И вы берете его как ребеночка, и говорите, ну что ты хочешь, наденьте, нарядите его, банты красивые повесьте, накормите вкусно, дайте лучшие игрушки, ну все, что попросит этот ребенок. Какая вам разница, даже если он попросит звезду с неба. Протянули руку, вы же волшебники в своем внутреннем мире, вы же творцы, вы поднимаете руку, берете звезду и дарите этому человеку. Вот такие мои вам пожелания и рекомендации, если вы можете работать, попробуйте работать сами. Просят мои координаты. Мои координаты. Мой телефон 053-526-1766. Сейчас я напишу и в чате сброшу. 1766. Так. Запись вебинара, да, должна быть. Должна быть запись. Я стараюсь выкладывать записи. Так. Ну, вроде бы вопросов больше нет. Если есть, задавайте. В Ютубе я значусь... Вот я написала телефон, и не могу понять, как его вам послать. Что-то он у меня не посылается. Нет телефона. Странно. Ну, как-то у меня не получается послать. Знаете, что мы сделаем? На Ютубе там есть мой телефон, а на Ютуб вы заходите Елена Иванюченко. Елена Иванюченко. И там есть мой телефон. И вы сможете посмотреть, увидеть мой телефон. А я не пойму, почему я не могу свой номер послать. Если есть вопросы, задавайте. Включайте микрофон и задавайте лучше вживую вопрос, потому что писать, это, наверное, очень долго. Лен, ты чат закрой, а то он закрывает слайд твой последний. Вот, закрой просто. Я же пытаюсь написать свой телефон, у меня ничего не получается. Если можешь, Ира, напиши мой телефон. Спрашивают, как со мной связаться. Сейчас я слышу. По этой методике вам все понятно? Просто или сложно? Как вы чувствуете? Кому сложно, можете взять микрофон. Я вам облегчу вашу участь, помогу с образом. Если все понятно, тогда мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья. На следующем занятии у нас будет социальный уровень, который тоже очень важен в нашем деле, потому что мы существа социальные, мы не можем без социума, мы не можем себя как-то изолировать от социума. Поэтому, если есть проблемы на социальном уровне, мы действовать не будем. И мы это видим с вами каждый день. Есть люди, которым не нужно ничего говорить, они подорвались, побежали и делают. А есть люди, которым хоть кол на голове чеши, говори, это просто, это легко, давай вместе, давай я тебе помогу. А они не действуют. И не потому, что они плохие люди, или они чего-то не знают, а у них блок стоит, блокировка, блокировка на уровне социальном, они не могут действовать. Вот об этом мы поговорим в следующее воскресенье. Все, я с вами прощаюсь. До воскресенья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова